Привет всем дорогим моим подписчикам! И вот я снова сижу в машине и догадайтесь куда я еду. А я еду для того, чтобы забирать нашего Макса с яхты. И это продолжение нашей серии про яхту. Как мы покупали яхту, как Макс гнал ее, гнал-гнал-гнал и не догнал до Сакраменто. Он остановился где-то примерно в 400 милях уже на Тихом океане. Загнал эту яхту в бухту и я еду его забирать. И сейчас я еду по Северной Калифорнии. И хочу вам показать, как выглядит Северная Калифорния в декабре. Смотрим. Смотрите, у нас сегодня декабрь, 19 декабря. И мы едем с вами по Северной Калифорнии. А, пушной стоять. Я совершенно почувствовал. Пушной тут, я еду пушного смотрю. Вот так выглядит Северная Калифорния у нас. Вот, я обогнал кучу грузовиков и они меня начали уже поджимать. И мы сейчас приближаемся к горной гряде. Которая отгораживает как раз вот это плодородное место от океана. То есть она загораживает все ненастья, все мокрые и холодные ветра из океана. И здесь создается такая уникальная обстановка, где выращиваются все виды фруктовых и тропических растений. В том числе бананы, мандарины и прочая вкуснятина. Кстати, вот со мной калифорнийские мандарины и апельсины, которые мы нарвали прямо на дороге. Я в дороге уже полтора часа. Осталось еще два с половиной часа. Но это знаете почему? Потому что дорога вот так у нас едет и виляет. Это не какая-то трасса. А я специально выбрал этот маршрут, потому что по этому маршруту, по этой дороге мы ни разу не ездили. Я решил посмотреть, как выглядит Северная Калифорния. Именно в этом направлении, потому что другую сельскую Калифорнию я уже видел. Сейчас мы едем по направлению к Тихому океану. Есть блогеры, которые любят трещать. Вот у них смотришь видео, и у них просто неостановочный, безостановочный поток сознания. Я, в свою очередь, люблю смотреть. И в большинстве моих видео я мало несу какую-то информацию, или мой язык, он косноязыкий. Но вы можете увидеть классные картинки, которые вы никогда нигде не увидите. Особенно, если вы смотрите каких-нибудь там травл-блогеров, которые вам показывают все те же самые места одинаковые. Я вам показываю то, что вы никогда не увидите в своей жизни. За все вышесказанное, я хочу вам показать, как выглядит Декабрьская Северная Калифорния. Я понимаю, что большинство людей смотрят блоги с телефонами в руках. То есть у них идет где-то на компе блог, или там на планшете. Они втыкают в телефон и просто иногда поглядывают в экран. Но если вы хотите поглядеть, то вам надо оторваться от своих гаджетов и поглядеть, как выглядит Северная Калифорния в Декабре. Видите, никакого снега, ничего. Вот эта желтая трава, она как раз с лета осталась. Но уже проклевывается зеленая. То есть мы, у нас, получается, весна начинается в Декабре, когда идут обильные дожди, и когда вместо вот этой желтой травы начинает вылазить зеленая трава. Смотрите, какое классное небо, и какие крутые облака. И через облака белым пятном проступает солнце. Вот это я понимаю картинка. Вот так выглядит Северная Калифорния. Вот как раз то, о чем я говорил. Видите, у нас в Декабре это сезон дождей, и природа пытается набраться влаги как можно больше, потому что потом стоят несколько месяцев засушливой погоды. И сейчас все холмы, они начали покрываться зеленой растительностью. И выглядит это, конечно, круто. Вот здесь, видимо, когда-то прошел большой пожар, и выгорели все деревья. И вот сейчас нарастают новые кустарники. А мы пытаемся перебраться через эту гриду гор и спуститься к Тихому океану. Дорога, по которой мы с вами едем, раньше это называлось хайвей. То есть это единственные были дороги, которые соединяли наши города. Но потом, в какое-то время, в 60-е, построили большие автобаны. И эти дороги стали региональными. То есть маленькие такие региональные дорожки. И вот заметьте, сколько бы мы ни ехали, везде на этих региональных маленьких дорожках идеальная разметка. Везде все прорисовано, все знаки стоят. Везде приклеены катафоты. Несмотря на то, что это дырища, это вот дыра из дыр, которая только может быть, которую вы можете найти в Америке. Я был в разных дырах в Штатах. Начиная от каких-нибудь глухих, типа Аризона, там, где вообще ничего не происходит, заканчивая Калифорния, где на каждой стороне стоит по несколько полицейских. Вот сейчас мы полицию проехали. Видать, меряют скорость. У нас скорость нормальная. В пределах 55 миль. И везде на каждой дороге, в каждой дырище вот такая разметка. Все прекрасно. За ней следят. Все знаки, все отбойники, вот как мы проезжаем. Светофоры. Все в прекрасном состоянии. И обратите внимание вот на такие места, где дорога проходит через населенные пункты. Там везде столько указателей, столько регулирующих знаков. Какие-то мигающие огни, если это перекрестки и пешеходные переходы. Если это школа, то там вообще просто все завешено. На дорогах все расписано. Я вот не встретил нигде еще пока, за время своей жизни в Штатах, чтобы где-то была стерта разметка на дорогах или где-то были в ужасном состоянии знаки. Вот смотрите. Подъезжаем к зоне. К зоне. 25 миль скорости. И написано школа. Видите, все мигает. Все очень яркое. Ты это не можешь не заметить. На баллу написано школа. Пешеходы. Вот так должна быть выглядеть дорога. И наша самая богатая страна в мире, которую я считаю Россия, она могла бы потратить деньги, вместо того, чтобы тратить деньги на войну, потратить деньги на нормальные дороги. Хотя бы. Но нет. Война важнее. Нет. Война это наше все. Это ДНК русских людей. Короче, нет войне. Но пусть будут классные, качественные, красивые дороги. Мы с вами сейчас в Исахо, где-то в горах Калифорнии. И мы добрались до озера. Знаете, как озеро называется? Называется чистое озеро. Clear Lake. Почему чистое, пока непонятно. Но озеро большое. Не сравнится с Байкалом, конечно. Знаете, какая самая большая проблема Калифорнии? Это не люди нетрадиционной ориентации, и не либералы, и не демократы, и не сумасшедшие налоги или законы. А проблема Калифорнии заключается в том, что здесь нету нормальной, чистой питьевой воды. Потому что здесь настолько засушливая погода, что ее просто не хватает. И как люди вышли из положения? Они стали спускать воду с горных озер при помощи труб вниз в долины. И видите-ка, пока мы ехали по долинам, было все такое желтненькое. А здесь в горах все такое зелененькое. Все потому, что в горах очень много влаги. И теперь вот эти озера, которые на картах ты можешь увидеть, и когда ты приезжаешь мимо, их просто не существует, потому что эти озера, они спущены вниз долины для орошения и для питьевой воды. Смотрите, проезжаем мимо очень такого колоритного барака в стиле вестерн. А озеро действительно большое, действительно чистое и действительно классное. Вот сколько я уже еду? Еду минут 15 по дороге вдоль озера. Конечно, со скоростью 25-40 миль, но тем не менее, даже на карте оно выглядит внушительно. Дорога извилистая, она мне напомнила одну компьютерную игру. Те, кто играл раньше, такая игра была Need for Speed. Еще первые самые версии. И там как раз некоторые трассы были, как раз вдоль гор, вдоль озер. Вот такие извилистые, узенькие. С правой стороны гора, с левой стороны обрыв, каньон и озеро. Выглядит, конечно, это очень круто. В общем, ребята, я не выдержал и, короче, остановился возле этого озера и хочу вам показать американскую дырищу, американскую глубинку. А Макс подождет немного. Итак, давайте с вами пройдемся и посмотрим вдоль вот этой дороги. С одной стороны, это гора и даже есть какие-то отели. Видите, отельчики. А с другой стороны, обычная американская, стандартная, бытовая жизнь, жизнь дырища. Вот так вот живут люди в дырище, в американской, которая только и есть. Прикатили трейлера, поставили на улицу, на озеро, назвали это улицей. Вот так выглядит улочка в сторону озера от основной дороги. Вот так выглядит жизнь простых американцев, которые живут в простой дырище. Очередная улочка, которая ведет к озеру. И знаете, как она называется? Она называется Lake Boulevard. Понимаете? Как вы видели себе, представляете, бульвар. А это выглядит вот так. Что тут у нас есть? У нас здесь есть вот такие домики с кучей барахла вокруг. У нас здесь есть интересный вот такой сюжет. Дом на углу, у которого на парковке стоит не автомобиль, а стоит трактор. Причем трактор в 50-х, наверное, годов, а то и 40-х. Пройдем дальше к этому озеру, посмотрим, чем там народ занимается. Смотрите, а это вот необычный, практически не американский дом, потому что вот таких вот огромных окон у американских домов не бывает. И в основном вот это место, этот населенный пункт, который называют дырищей, он состоит из вот таких кемпинг-домов, из старых-старых мобильных домов. Вот это уже современный кемпер. Видимо, у народа здесь нет задачи строить большие дорогие дома, а лишь бы приехать сюда, порыбачить, провести какое-то время и свалить. Машины-то, смотрите, довольно-таки современные. А вот интересная тачка, которая здесь припаркована лет 20 назад. Вообще, неожиданный поворот. Оказывается, вдоль озера здесь есть еще одна дорога и вот такая пристань. Хочу вам показать, где раньше была вода. Здесь наверняка есть отметки и куда эта вода ушла. Так, и вот мы с вами, это, похоже, был спуск. То есть, здесь вот спускали катера и яхты и вода была, представляете, вот здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. А теперь она вот там. И все ровно потому, почему я говорил, что самая большая проблема в Калифорнии это как раз вода, которой не хватает и вот такие озера горные их по трубам пытаются спустить внизу долину для орошения и для питьевой воды. Вот такая вот интересная американская дырища. Езжаем мимо еще одного озера и я не мог не остановиться и не мог вам не показать того, что происходит с водой в Калифорнии. Смотрите, сейчас я вам покажу карту. Вот видите, карта. И я проезжал мимо типа вот эта река, такая толстая, большая. И дальше это озеро. Озеро называется Мендосино. И когда мы смотрим вниз в каньон, на карте мы видим большую большую протоку, а здесь мы видим просто высохшее русло. Дальше, когда мы смотрим на озеро, мы видим, что часть озера просто не существует. А вместо огромного озера, которое на карте, мы видим небольшую лужицу, которая осталась только потому, что сейчас идут дожди. Скорее всего, это озеро, оно было вот где-то там сделаны насосные станции, оно было спущено в долины. Либо просто высохло. Так что вот такая вот большая проблема в Калифорнии. Рек становится все меньше, а озера высыхают. Прошло уже 4 часа, и осталось, смотрите, 3 минуты до побережья. Смотрите, как здесь изменилась природа. Мы спустились, мы практически целый час ехали по серпантину по горному с очень крутыми поворотами со скоростью 20 миль в час, а то и 15 миль в час, потому что повороты иногда были под 270 градусов. Вот. И рядом вот с морем, рядом с океаном вот такая природа. Там что, так что там, где влага, там есть жизнь. Там, где влага, там есть очень много всякой растительности. И вы можете сказать, да нет, это какая-то Сибирь. Нет. Сейчас я вам покажу, что это не Сибирь. Это Америка. И вот мы приехали в этот городишко, где стоят лодки. И здесь у нас Макс припарковал свою посудину. И сейчас будем ехать вдоль берега и смотреть, где же наш Макс. А может быть, он вообще не здесь. Но мы это выяснили. Посмотрите, сколько лодок, сколько всяких разных яхт и посудин. Где же наш Макс? А вот и вид сверху. И я смотрю, какой-то человек там гуляет. А кто же там гуляет? А гуляет это тут бородатый Макс. Не, я как цыганин. Хожу, посмотрю, где взять. Цыганин, говорит, хожу, смотрю, где взять. Этот бережок отличается разительно от того берега в таком, где мы забирали лодку. Там была достаточно серьезная равнина. и потом только небольшие горки. А здесь сразу с моря ба-бам! И сразу начинаются горы. Как я сказал, я ехал примерно час по серпантину. Но здесь есть другая дорожка. И мы, наверное, двинемся обратно по другой дорожке. Она будет идти вдоль океана. Я надеюсь, она достаточно близко будет идти вдоль океана. И я вам покажу океан. Тихий океан в Калифорнии. Макс припарковался на втором причале, куда мы, собственно, и спускаемся. И знаете, сколько здесь стоит парковка? Точно так же, как в такоме. 300 долларов. 300 долларов в месяц. И ни в чем себе не отказывай. И может даже жить здесь. Здесь вот такие прикольные посудины. А это вот вообще, смотрите, какая крутая деревянная лодка. Это прямо рыболовецкая шхуна. Так. И здесь они все такие. Вот это да! Ничего себе! Таких шхун я еще не видел. Вау, какая красота! А вы когда-нибудь видели? Вот, кстати, напишите, оставьте в комментарии. А вот эта лодка, помните, Форест Гамп кино? Кино Форест Гамп. Вот на такой лодке он ловил крабов. Это все реальное, прямо это, ну, вон, смотрите, у них всякие приспособления и контейнеры для рыбы. А спереди какой-то офигенный тральщик. Сейчас подойдем поближе. Радует то, что здесь нету такой грязи, как в такоми было. Смотрите, какой офигенный тральщик. Форт Брэг. Мисс Келли 2. А вот эта штука это, чтобы большие дельфины и киты запрыгивали и отдыхали внутри. Но специально. И вон сеть намотана. Вау. Смотри, что специально для тебя поймал. Ночью не славал. Ну-ка, покешь. Опа. Ничего себе. Один Ксюха заказал один тебе, Ксюха и дни красного пошепить черного. Живные такие. ты где их взял? Они здесь много. Что, все закрыло, баня? Вот она, эта яхта. Помните, три недели назад. Вот эта вот штуковина, она была в такоме. И смотрите, лодка как была, так есть. Что говоришь? Оставь, конечно, пусть будет. Я смысл обогреватель, это маленький, один, который батарея, на минимальный поздраве, один такой. Не сгорит же это? Ну, ты завязывай, ты когда хочешь приехать обратно. Ну, пока сейчас на месяц договорился, дальше не надо. Да, и не надо тогда, вырубай. Я думал, ты хочешь через два дня приехать. Вырубать? да, Классные яхты, классные лодки. Видите, специальные корзины, мы называли это раньше телевизорами или ну и зальет тогда тебе все. Нет, ну я тут коврик приду. Как так можно было потерять двери? Итак, первые минуты встречи. Так, ну расскажи нам, вот как вот три недели, как это на яхте по океану? Такое впечатление, во-первых, скучное одному, во-вторых, первое время не мог отвлечься, потому что постоянно смотрел то на руль, то там еще куда-нибудь, ну нервничай. А потом уже всю ночь спал, прям ложился спать, маршрут поставлю, высчитаю и там все поставлю. Утром просыпаюсь нормально. Ну, без, 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 без нервоз. Ничего, тебе ни разу не услал в океан? Ну, нет, я, у меня же все под контролем. Так, нет, так я и так по океану шел, ну, мало ли, к Японии какой-нибудь. На море спокойно, а ты там максимум уйдешь сколько? Шесть узлов, это прям потолок. Ну, без ветра, если без ничего, шесть узлов уплоти, там даже три часа ты проспишь, пройдешься там 15 километров двадцать. Ну, обратно-то вплавь далеко, до берега. Ну, да, вплавь далековато будет. Я первое время в этом спас жильете, спал ски сапога, думаю, стану, потом понял, вода все равно утону, разденусь, палик залезусь. Ну, классно. И что, как ты думаешь, мог бы ты быстрее добраться, чем три недели? Грустее. ссыкотно то, ну, я как бы говорил, если шторм прям такой нормальный, знаешь, когда волна уже четыре метра, то ссыкотно. Тогда надо сидеть на парусах, на штурвале постоянно. прям сыпетно. а ты прям парус расправлял, ты на парусе шел? я на парусе узлов восемь шел, наверное, она так мучала, у меня еще как раз ветер в спину дул, плюс еще движок, плюс еще волной подталкивает, она прям скачет, но самое, самое, заходил, короче, ночью в марину, там два фонаря светят, темно, облака, вообще ничего не видно, и эта волна четыре метра, я даже не ожидал, она вот так вот, волна встает, у меня вот, вот так, я думал, сейчас нырну, короче, и не вынырну, а она, фу, поднимется, из-за того, что вот это ускорение происходит, ты уходишь от гребня, который поднимается, ты такой, хоп, уже вниз волны встал, и гребень, гребень на тебя, на, на, короче, у меня там залило, все, нагнитофон умер, там половина этих поперегорела, ну, короче, интересно, короче, садимся мы сейчас в этот автомобиль, и мчим, а мчим, вы знаете, куда мы мчим, к офису будем платить, вон там вот офис, будем платить бабки за стоянку, добрались до будочки оплаты, сейчас пойдем платить, прикольно, что у них тут мастерская вот стоит, и она просто открыта, и просто никого не было, потом чувак подъехал, такой, привет, привет, здесь у нас на входе, какие прикольные статуи, бумаги заполнены, сейчас производим оплату, вот такая здесь сторожка, сказали, что Максим выдал сорожей, и борода у него нужного размера, поэтому ему разрешили здесь остаться, здесь у них видеонаблюдение, и они все, все, все отсюда видят, у нас есть, короче, две новости, одна хорошая, одна отличная, первая новость, что все-таки мы смогли заплатить, несмотря на то, что на карте не было достаточно денег, взяли наличкой, хотя сначала не хотели брать, а вторая новость, сказали, что мужик, ты не там припарковался, перепарковывай, так что мы идем сейчас перепарковывать яхту, а пока мы идем на причал, покажу вам, вот такого интересного персонажа, моряк, рыбак, моряк, который потерялся в море, вот такой интересный персонаж, а нам надо, вот видите, Макс уже там, припарковаться на том же доке, вот, на втором доке, только с места 12, на место 21, оказывается, он недопонял, и на ту точку, сейчас придет хозяин этой точки, кто там постоянно стоит, его выгонит в любом случае, а вы пока полюбуйтесь, старинными посудинами, пока я идем, хочу показать вам одно прикольное сооружение, как вы думаете, что это такое, а правильный ответ, это же ровня для рыбы, снизу разводится костер, как вы видите, там уже и шишки, и все подряд, сверху кладется рыба, и по мере необходимости, вот на этих цепях, решетка опускается над огнем, либо поднимается, здесь смотрите, она полностью опущена, вот такие прикольные мангальчики, прямо не отходя от кассы, привет, приплыл, и пожрал, покажу вам, как устроены понтоны, смотрите, видите, вот эта серая полоса, это сухие камни, чуть пониже, зеленая, это мокрые камни, это означает, что уровень моря, уровень океана, поднимается вверх, вот до этого уровня, это получается, где-то метра на полтора-два, и вот эти вот плавучие понтоны, они поднимаются вдоль вот этих столбов, видите, у них здесь кольца, чтобы они никуда не уплыли, и они вдоль столбов поднимаются, даже видно, до какого уровня они поднимаются, где-то около полутора, ну, может метр семьдесят в высоту, какой прикольный здесь экземпляр, как вы думаете, сколько времени, сколько лет, вот этой рыболовецкой шхуне, но я так понимаю, что она была сделана в году, наверное, пятидесятом, исходя из ее состояния, вот пацаны собрались на рыбалку, я был совсем не прав по поводу того, что поднимается вода на метр семьдесят, мы видим с вами, докуда поднимается вода, а это вот моя рука, я стою полностью, это примерно где-то два сорок, два пятьдесят, вот на такую высоту поднимается уровень моря, и весь этот док поднимается на эту высоту, видите, другой столб, вот видите задиры, вот до этой степени поднимается вода, а мы идем смотреть, как же там Макс будет перепарковывать свою посудину, видите, здесь рядом на каждом месте написаны какие-то номера, это вот двадцать первый номер, то есть ему нужно припарковать яхту вот сюда, и вот он красавчик идет, красавчик, Макс легких путей не ищет, ему видимо сказали две цифры, один и два, а он подумал, что это двенадцатое место, на самом деле должно быть двадцать первое, посмотрим, какие навыки он получил в открытом океане, так, совсем близко, все, давай, ты это сделал, смотрите, кто у нас здесь, оп, нырнул, не увидели, поздно мы его заметили, кто увидел, напишите в комментариях, вот он красавчик, плывет, да, плывет, там мужики готовят яхту на отход, и видимо они его подкармливают, здесь он растекает, яхту привязали, Макс пошел забирать последние манатки, и мы сваливаем, короче, выдры, точно, возвращаемся, к машине, а тут у нас, короче, выдры, смотрите, какие забавные, длинные хвосты, короче, сейчас одну возьмем с собой, друг у друга что-то вычесывают, опа, на обратной дороге решили поехать по другому пути вдоль океана, и здесь такие просто очумелые виды, сейчас остановимся, вам покажем, вот небольшая бухточка, и чуваки занимаются каякингом, там вот парковочка, оставили, хоп-хоп, прыг-прыг, и погнали, и вот они гоняют здесь по этой бухте до океана, друзья мои, ну вот после трех недель, моих мучений, у меня опять появился водитель, он не только водитель, но он еще водитель Prius, вот, теперь, на дороге обратно, я буду снимать, и вы посмотрите, как выглядит Северная Калифорния, во всей красе, хотя я вам уже показывал ее, но здесь, где мы едем, это вообще просто бомба, я вам хочу сказать, что как только заехал в Калифорнию, сразу бомжей увидел, вот вообще сразу, прям моментально, в первом же порту вышел, и в первом порту сидят бомжи, и продают тут же магазин с марихуаной, так что, родная Калифорния, родная Калифорния, 11 километров, мы с вами едем вдоль океана, какие кайфовые дилери, засмотрелся и улетел, так что каждый год вечер, все улетел, все улетел, океанский пейзаж сменил секвойный лес, оказалось, что мы едем по лесу из секвой, Ребята, ну вот мы выбрались из секвойного леса, и попали на плантации яблок, и на плантации винограда, и здесь при дороге стоит небольшой магазинчик, мы решили туда зайти, давайте посмотрим фермерский магазинчик, где продают много-много всякой вкуснительной, вкуснительной. Так, сколько у нас стоит? Курма есть. Ящик стоит 41 доллар. Ты посмотри. Так, что тут еще у нас есть? Всякие-всякие разные яблоки, плюсные сына. Килограмм стоит получается 12, да? 12 долларов. Я думаю, что это полкилограмма, это фунт. Вот такой сентрогасетки. Города, да? Ну, да. Ну, собственно, на это и рассчитано, что это типа фермерские, чистые экологичные продукты. Это и мед, 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 фурма, чесночок, что там у них еще есть? Тыквы и так далее. И все на этом. Да, вот смотрите, какая здоровенная тыква. Короче, ничего интересного. Валим дальше. 12 килограмм. О, смотри, у них орехи растут, да здесь все растет в Калифорнии. Да? Конечно.